всем привет привет очень рада вас видеть снова на своем канале сегодня мы с вами будем смотреть расклад на тему что важно увидеть в себе и исправить расклад будет на одну позицию напоминаю что выходные пройдет пройдут блиц консультации вся информация об этом будет в разделе сообщества в посте либо если я вспомню то обязательно прикреплю в комментариях к этому раскладу внизу всю информацию ну либо тут либо в разделе сообщества приходите уникальная возможность за небольшую плату получить ответы на вопросы главное чтоб они вписывались в ту тематику которую каждую неделю я для себя определяю и напоминаю что у меня есть второй расклад в описании к этому ролику тоже будет ссылка на него переходите подписывайтесь там я записываю короткие расклады на одну позицию прямо коротенькие до 10 минут и некоторые даже по 5 минут причем темы которые есть на том раскладе на том канале на этом канале нет да то есть у меня не не дублируются не повторяются они называются тем я не люблю повторов и так смотрим ваша истинная суть на сейчас аркан шута ваша истинная суть ну человека который идет в абсолютно новое человек такой непредсказуемый в минусе возможно не совсем понимающий да куда он идет в каком направлении ну то есть не он создает свою реальность реальность ним случается да то есть вот как что что случится в том направлении я и пойду здесь с одной стороны есть какая-то такая незрелость в плане того что ну я не хочу брать какую-то ответственность да то есть я живут как и живу потом какие-то моменты происходит моей жизни но окей происходит и происходит я на них как-то реагирует то есть не вы создаете свою реальность а реально создает а вы на нее просто реагируете так с другой стороны человек такой достаточно веселый с чувством юмора либо вы умеете очень хорошо шутить либо умеете реагировать позитивно на шутки других людей вот либо это ваш такой метод способу поднятия себе настроения либо когда важно обесценить какую-то негативную либо аннулировать негативную какую-то энергию да то вы это используете как раз таки свои шутки свой юмор человек такой легкий на подъем открытый веселый позитивный человек который бесконечно находится в движении как физическом мире так может быть и в ментальном да то есть вы своей фантазии может путешествуете встречаете каких-то новых людей то есть у вас есть условно говоря две реальности да та которой вы проживаете и так который вы создаете где-то вот у себя на уровне ментала человек который любит путешествие как минимум ходьбу получает от этого удовольствие но либо своей главе что-то новое изучает исследует я уже сказала непредсказуемый человек да человек настроение но при этом легкий на подъем в компании вы можете быть душой этой компании до вокруг вас всегда есть люди которые хотели бы быть похожими на вас в чем еще ваша суть шестерка педакли ну человека который знаете любит не то чтобы осознанно как-то помогать да но вот если нужно помнить то есть если к вам обращаются да вы с огромным удовольствием кому-то поможете что-то расскажете причем вы это человек который не будет это афишировать это кричать вам не нравится то есть благие дела вы совершаете в течение дня какие-то осознанно какие-то неосознанно то есть это не обязательно прям там что-то сделать для какого-то человека это может быть какие-то мелочи идете по улице увидели какой-то мусор взяли подняли выбросили вот там я не знаю что-то где-то лежит неправильно взяли поправили там не знаю кривой где-нибудь какая-нибудь картина вы выровняли то есть добрые дела вы делаете потому что ну вот это в вашей природе заложено да вот именно доброта с кем-то поделиться причем поделиться можете чем-то что это измеряемое это не информация это обязательно то что можно пощупать что-то такое вот осязаемое еще какая ваша суть аркан влюбленных человека вообще знаете я хочу сказать что может быть вы и ответственный человек по жизни но здесь у меня вот такое ощущение либо этой ответственности вашей жизни чрезмерно много за других людей но вот именно за свою собственную жизнь как будто вы не берете ответственность потому что вот так проще видимо вы тот человек который понимаете последствия своего собственного выбора либо что вам придется делать после того как вы примете то или иное решение и вот именно эти последствия они вас как будто бы они вам не сложны но они заставят вас меняться и вот все что связано с переменами с изменениями вот это вам дается достаточно сложно то есть если бы можно было делать какой-то выбор и при этом не было каких-то последствий в плане изменений вас вы берете то есть поэтому вы это натуре которая готова помогать другим людям чтобы в жизни были перемены и изменения потому что за эти последствия несут ответственность они они вы по аркану влюбленных я могу сказать что ваша суть она очень красивая да то есть вот это вот ваша природа умение замечать красоту эстетичность вы люди которые любите партнерство но при этом сохраняя себя да то есть вот когда то есть вы готовы общаться да как-то взаимодействуя с другими людьми главное чтобы это не влияло на ваш комфорт на то как вы привыкли главное чтобы вам не надо было подстраиваться под других людей то есть если вы найдете себе таких друзей партнеров приятелей с которым можно было можно было бы взаимодействовать но на выгодных для вас условиях опять-таки не в плане что вы их ущемляете а в плане того что ну я не знаю дружить с кем-то вот вам друг предлагает говорит слушай давай вот сходим в кино да вот если вот это вот сходим в кино она не повлияет на ваш распорядок дня что вам не надо будет там ведь на как-то перемещать какие-то не знаю пункты в своем распорядке дня там с кем-то договариваться что-то переносить туда то есть если у вас есть свободное время и опять-таки если это свободное время одно не будет связано с тем что вы хотели там полежать на диване о чем-то подумать расслабиться там почитать какой-то книжкой тут вам вдруг кино зовут то есть если вот то что вам предлагает она не вызывает у вас дискомфорта то да вообще вопрос выбора это для вас самый такой болезненный самый сложный это тот момент когда знаете и хочется и колется и мама не велит и я не знаю что выбрать почему потому что с одной стороны мы видим здесь чистую душу в плане обнаженной женщины она еще с крылышками на с красными то есть это как аллегория добродетели а другая страна другой стороны женщина она одета это как то что не то чтобы совсем прям уж порог да но какая-то альтернативная сила именно добродетели потому что она здесь одета она закрыта то здесь есть опыт и вот желание до хочется чтобы все было так как хорошо но хочется все-таки иногда им бывают такие моменты когда хочется сорваться на хочется вот прям я не знаю накричать что-то сделать такое что не входит в рамки какой-то вот так нравственного поведения и ваша суть заключается в том что если вам нужно выбирать одно из двух вам это очень сложно и вот в этом как раз таки есть и момент ответственности о которой я говорила то есть когда у людей нету выбора да когда им говорят что вот все вы устроились на работу и на работе надо работать там не знаю с семи до трех да вам это может работа не нравится вы будете как-то ныть что-то возмущаться потому что вам не дали выбора чтобы друг какая-нибудь другая работа была бы но именно вот в таком моменте когда есть какие-то рамки когда есть ограничения вам комфортно потому что это выбор без выбор но когда есть две схожие аналогичные работы либо когда есть два схожих аналогично аналогичных человека вот сделать выбор вам достаточно сложно потому что опять таки это связано с ответственностью за последствия поэтому там где есть выбор и люди которые умеют совершать выбор это всегда взрослые ответственные люди дети не любят выбор и вот за них решают другие и поэтому вот этот вот момент как раз таки с ответственностью он очень интересный когда людей загоняет какое-то стадо и ставит им определенные рамки то имя легко управлять то есть они не управляют своей жизнь поэтому они перекладывают ответственность себя на кого-то другого вот в том числе и на высшие силы там и на и так далее и так далее но здесь если рассматривать все-таки в позитивном ключе артам влюбленных тоже имеет такое свойство знаете а я не хочу ничего выбирать да я хочу быть свободным да это прекрасно и одетая женщина и раздетая женщина не у каждое по-своему хороша но взгляд на небо а решите за меня пожалуйста я вообще не хочу я и я здесь лишь не как говорится я не хочу не выбирать этот вот шут вот это вот желание открытости желание вот чтобы не было какого-то груза чтобы не было обязательств чтобы не было я не знаю рамок каких-то вот вот это вот это вот человек свободолюбивый так скажу да и поэтому когда есть какие-то рамки в данном случае ответственность и выбор это своего рода рамки вы от этого будете избегать но при этом паркану влюбленных это всегда про красоту внутреннюю это внешнюю это эстетика это все что знаете желание как-то облагораживать прихорашивать что-то улучшать что-то да вот принести вот эту вот красоту свою внутреннюю во внешний мир она у вас есть вот такая вот ваша суть смотрим дальше что вы игнорируете в себе какие там есть на качество мысли программы давайте посмотрим что вы игнорируете в себе желание двигаться до с одной стороны вообще какого-то движения потому что опять таки если нету ответственности за себя да то есть куда я хочу идти уже тоже определенный выбор то я в принципе никуда не иду да если я не знаю куда мне идти то я никуда и не иду стою на месте а здесь и вы игнорируете в себе как раз таки вот это вот движение движение вперед что вам хочется до либо вам нужно куда-то двигаться также пары серомичей можем сказать что игнорируете какое-то свое не знаю иногда бескомпромиссность на вот что когда вы что-то в себе верите либо то о чем вы думаете да вы прям не готовы слышать другую точку зрения вы будете отстаивать вот прям до последнего какой-то свою позицию что ли если вот прям чрезмерно раздута по рыцарю мечей это качество то она превращается в некий такой фанатизм особенно религиозный на есть только вот этот бог и мы только вот он на там надо верить только в это вот это прям такая знаете очистим нацию от фашистов все надо всех вырезать вот я в это верю то есть человек еще знаете здесь все-таки мечевая мастер она говорит про наше использование слова вы иногда бываете достаточно риски то есть вы не замечаете как вы своим словом можете ранить причем это не обязательно что вы хотите сделать зло кому-то да а вы просто можете сказать правду и это правда она будет настолько голый и настолько болезненный что человеку будет достаточно неприятно какие еще качество в себе вы игнорируете это альтернативная карта дьяволу нет не дьяволу это 16 аркан башня альтернативная карта башни на разрушение чтобы человек крайности я вот так скажу смысл этого аркана здесь изображен либо люцифер потому что здесь вот крылатый и у него человек да и у него прям корона и меч в руке вот либо здесь и изображение и кара но и то и другое что люцифер что и кар они имеют тот смысл в этом аркане что идут какие-то крайности да то есть чрезмерная самоуверенность в себе да вот здесь вот такое ощущение что мне показывать не позитивные моменты до которые в которых вы не знаете а наоборот вы игнорируете свои какие-то теневые аспекты насколько они пагубные в первую очередь для вас и потом для других людей то то есть суть этого аркана говорит о том что где-то вот вы чрезмерно самоуверенный бываете уверенность это хорошо но крайность самоуверенность это вот не совсем еще если какие-то программы которые вы игнорируете ну выпала девятка мечей ваша программа связанная с чувством вины и вами все что связанное с эмоциями там где присутствуют эмоции там всегда присутствует манипуляция то есть люди которые не понимают своих собственных эмоций да и они проживают вот прям по полные либо горе либо на борт радость но прям вот прям очень очень ярко до такими людьми которых легко вывести на эмоции имя легко управлять сложно управлять теми людьми которые вот имеют такое знаете выражение покер фейс ты не понимаешь что как ты не знаешь они тебе не дают обратную связь через свое какое-то вот выражение на через проявление своих каких-то эмоций поэтому ваша негативная программа это все что связано со страхами страхи тревожность в очень тревожный человек может где-то каких-то моментах кто-то мнительный может быть переживаете волнуетесь чрезмерно за других людей здесь может также присутствует чувство вины огорчение вот все какие-то негативные такие моменты эмоции это ваша программа и вы не замечаете насколько вы тревожный возможно человек такой вот идет прямо в аркане сокрушение на и на заднем плане большая медведица изображена хорошо смотрим еще какие-то сценарии которые возможно вы игнорируете осознанно игнорируете то что наверное вы не двигаетесь вперед до тройка жезлов у нас и говорит о своих каких-то горизонтов плане того что вы наверное не видите тех возможностей не хотите не хотите идти дальше вот как-то не то чтобы в будущее а вот я говорю сложно определиться со своим выбором проще когда что-то случится и потом я уже в этом направлении двигаюсь а самостоятельно как-то определиться с выбором куда пойти чем заняться в партнерстве какого партнера выбрать а нужен или не нужен там что-то мне в каком-то проекте делать либо не делать расширяться очень сложно вам идти на расширение потому что это новое вот что-то новое впускать до вам не то чтобы страшно да потому что все-таки ваша суть это шут это как раз таки новизна обновления но здесь вот ощущение того что здесь страхи присутствует шут перевернутый перевернутый шут нам говорит о том что это тот человек который из-за своих каких-то страхов он не делает первый шаг вот вы как будто бы боитесь делать первый шаг но когда первый шаг сделано уже потом дальше да вы как-то адаптируетесь вас есть это такая черта вы очень легко адаптируетесь ситуации да но сделать первый шаг очень здесь неуверенность присутствует из-за каких-то страхов сомнений а если какие-то мысли которые вы игнорируете мне хочется посмотреть рыцарь кубка смотрите с рыцарем начинался этот ряд и рыцарем заканчивается мысли до мы спрашивали какие вы игнорируете ну по поводу того что вот хочется любви хочется эмоции хочется чувств я не знаю какой-то душевной близости что ли чистоты хочется вот аркан колесницы смотрите опять такие движения то что я говорила какие мысли о том что пришло время двигаться на пришло время двигаться пришло время управлять своей жизнью здесь вот общая энергия даже не связанная столько с движением дальнейшем до что где-то возможно вы засиделись сколько колесничий это тот который управляет миром своим физическим миром в мире дуальности да это тот который попробовал то есть который не боится пробовать человек который не слушает никого на своем пути он ставит конкретную цель и он к ней идет здесь страхи непосредственно и связанные вот здесь тоже непосредственно связанные с вашим эго да то есть ваше эго возможно боится потерять себя возможно потерять свою тратить свою какую-то значимость а что скажет про меня какие-то внешние факторы да вот вы как будто бы ориентируетесь своей жизни на внешние факторы на других людей на другую ситуацию для вас это почему-то очень значимо вот а что скажет а как я буду выглядеть они буду ли я выглядеть глупо где-то они будут ли надо мной смеяться вот для вас это очень такая ранимая часть а есть люди которые более проще стоят относятся к этой ситуации но не заморачиваются не важно зря говорят миром управляют глупцы в плане того что и море по колено да то есть да им все равно как они выглядят они даже не думают в этом направлении по причине того что хочется сказать извиняюсь за выражение на мозгов не хватает чтобы подумать о том что вдруг обо мне кто-то подумает об этом заморачиваются люди у которых есть время на подумать на шутку думать что действует а потом уже наверное думает глупец это ведь на древе жизни это путь олив которые сила только начинающие зарождающие она идет от и кеттеров хокму то есть она еще конкретно ни на что не направлено она просто говорит но с точки зрения энергетики что весь мир он пронизан энергией он пронизан наполнен вот этой силой не человек наполнен а все что нас окружает она наполнена энергией что это это энергия во что преобразится какую форму принят да это вот условно говоря мир идеи ты даже не наш физический мир это мир идею наполнен идеями он наполнен энергией но они все еще пока бесформенные вот здесь ушут он такой же это у него нету конкретного направления я ему игра в равной степени везде хорошо поэтому что он сложно выстраивать серьезное отношение потому что это рамки а он вне рамка вне рамок это некое такое безрассудство само слово говорит отсутствие разума рассудка так что нет вы не замечаете вот то о чем я здесь сказала по-настоящему или это ваше какое-то осознанное намерение закрывать на это глаза то есть вы это не замечаете но действительно игнорируете не замечаете либо осознанно неинтересно закрываете на это глаза вселенная вселенная в этой колоде есть аркан мира в прошлом раскладе да он выпал сейчас у нас значит здесь вселенная вселенная как танец шивы с его женой так вы это по-настоящему не знаете я бы так сказала что не то чтобы вы не замечаете здесь речь идет о том что вот вы краски по вашей сути до парка на шута вы как-то человек знаете вот больше без границ в плане масштабов вот вы какой-то такой масштабный человек и вам обращать внимание вот на это все вот вы как будто бы это не видите может быть вы это знаете но вы как-то не обращаете на этого внимания в плане того что ваша картина мира она как раз кипаркану колесницы она говорит о мире дуальности но в больших его каких-то масштабах все попробую как-то по-другому это вам донести что вам было понятно вот вы как будто бы на вещи не смотрите с точки зрения черные и белые да а вы как будто бы в белом всегда видеть еще что-то темное черное а в черном вы видите белый то есть для вас это вот прям соединение двух сил вы как будто вы не разделяете поэтому допустим вот когда вы говорите правду вы считаете что это вот справедливо надо сказать человеку правду почему потому что так либо наоборот когда вы не говорите эту правду вы это делать осознанно потому что и вот это вот потому что она будет исходить из вашей картины мира то есть у вас взгляды на жизнь они какие-то ну вот вселенские они не совсем физического плана они не совсем вот как у всех людей ну например меня кто-то обидел да и вот мне тоже хочется что-то сделать этому человеку да ну как-то показать ему понять чтобы он понял что вот он поступил неправильно вас такого нету поступили с вами нехорошо вы сразу будете думать о гея где-то накосячил вот она мне прилетела то есть вас какой-то такое свое понимание что-то мне сказали о этот человек он мой учитель да то есть я должен сделать какие-то выводы кто-то посмотрит на вас и скажет о чем ты думаешь какие выводы тебя просто унизили вы можете сказать что нет наверное в прошлой жизни где-то я совершил какой-то такой поступок вот сейчас мне прилетело надо из этого сделать какие-то выводы то есть вот у вас какое-то такое мировосприятие что все идет циклично да согласно этому аркану как в колоде то то да если я не ошибаюсь речь шла о вселенной там по-моему это был в колоде то то это 20 аркан новый ион да по-моему называется нет вру как-то по-другому там называется аркан мира да это был двадцать первый аркан и там изображение как некого такого если к карту перевернуть глаз изображен глаз живы то есть когда закрывается глаз до того вселенные разрушаются когда открывается то создается здесь вот именно связанное с дыханием с вдохом и выдохом то есть вот здесь вот именно понимание вот этих ритмов да что все идет так как и должно быть окей я сейчас поступил так потом я буду поступать так у вас очень ярко выражена дуальность вы не умеете проживать в полутонах вот так я скажу поэтому сказать что вы ну намеренно закрываете глаза нет здесь и не намерены и в то же время вы и не являетесь как каким-то наивным человеком что вы себе это не замечаете вы и замечаете и не замечаете одновременно то есть может быть вот кто-то другой не заметит да а вы заметите а там где вот прям вот явно проявлено в этом в упор не будете видеть потому что ну такой вы человек у вас мировосприятие к ваша картина мира она такая вот ну вот как у духовных людей да то есть они смотрят на мир немножечко иначе не так как обычный человек среднестатистический а если необходимость что-то в себе исправлять король пендаклей знаете исправлять что-то нет я не вижу чтобы не знаю вы хотели либо вам нужно было я бы сказала что что-то улучшать опять-таки да по влюбленным что-то усовершенствовать что-то улучшать причем это делать то чтобы как-то облагораживать хочется сказать король пендакли это моя карта изобильная это мастер который управляет материей да и здесь как раз таки на у него прям оленья такая корона как у диониса да краски дионис это вот аркан в мифологии аркан шута здесь речь идет о том что хочется как-то вот не знаю чтобы было более комфортно что ли чтобы было более удобно вы как будто бы не то чтобы себя исправляете а именно свою реальность исходя из себя то есть если вам что-то не нравится во внешнем мире физическом вы будете работать над собой вы что-то будете в себе исправлять таким образом чтобы это отразилось во внешнем мире потому что еще раз скажу здесь как будто бы такой достаточно духовный человек вы не работаете со внешним миром вам это вот как-то вот для вашего уровня это вообще непонятно да зачем и как что-то исправлять во внешнем мире то есть достаточно что-то в себе исправить исходя из этого исправиться ваше восприятие и вы будете видеть мир так как вам подходит исходя из вашей и вашего нового восприятия здесь вот полное ощущение того что мир является внешний мир является отражением вашего внутреннего состояния вашего внутреннего восприятия мира ваши внутренние картины мира поэтому здесь нет я не думаю что если необходимость что-то в себе исправлять улучшать что-то сделать лучше да но исправлять нет какой результат вы получите вообще в итоге изменение себя но вы изменяя себя не хотите только что-то улучшать что вы получите в итоге башни башни и здесь башни на повторяется что вы получите в итоге в итоге вы получите то что если вы не будете себе ничего менять да только улучшать и прихорашивать вот вы получите башню то вы получите какое-то разрушение что такое внезапное очищение от чего здесь нужно очиститься на свои какие-то мысли вот видите опять мы говорим что внутренний мир управляет внешним да вот здесь вот ваш мир мыслей он очистится вы примете какое-то решение какое решение вы примете так семерка пендагли то что знаете то что долгое причем долгое долгое время приносила вам боль да вот от этого нужно избавиться избавиться от всех убеждений которые вас как-то ранят ну например там не знаю что деньги не могут приходить легко а если приходит то окей что-то как-то нелегко пришли это может быть что в чем здесь подвох да вы сразу начинаете как-то волноваться переживать тревожиться то есть почему такого быть не может до либо встретили человека вот он прям вот идеально к вам подходит вы сразу начинаете тревожиться то есть почему в чем подвох да такой вот хороший замечательный человек с прекрасным характером с идеальной внешностью и на меня ты такая что либо кто я такой чтобы вот эта женщина на меня посмотрела да вот то есть вот эти вот все моменты сценарии который причиняет вам боль на когда вы ждете здесь как будто вы знаете изначально ожидание какого-то подвоха вот это от этого надо будет очищаться то что вы получите вы получите то что знаете человека здесь человек который я сказала есть у вас какая-то идеальная картинка себя каким вы должны быть вот вы начинаете жить исходя из этой вашей веры и все что не будет соответствовать этой веры она будет разрушаться да то есть вы будете принимать решение убирать из своей жизни но то что причиняет вам боль то что вызывает у вас слезы и неважно это правильно либо неправильно вас нету таких понятий правильно неправильно в вашем понятии все что есть все что имеет место быть значит так надо здесь нету правильный проект так надо вот все что моё но ко мне придет вот вы из той категории людей которые именно думают вот так вот философскими такими понятиями поэтому здесь будет разрушать все что причиняет вам боль все что заставляло вас каким-то образом знаете терпеть ждать недооценивать как-то свой труд свой вклад вот это вот все будет разрушаться здесь у меня ощущение того что ваша жизнь она станет как-то постепенно постепенно изобильный что это еще хочется здесь просить не знаю где говорю про изобилие вот он паш паш пиндакли да то есть вы как будто бы здесь будете учиться учиться ценить себя понимать себя пользоваться какими-то возможностями шансами здесь какая-то у вас идет более стабильная жизнь вы не меняете образ жизни вы его делаете как будто бы более качественную то есть но я не знаю на улице раньше шли по улице чет себе покупали есть а сейчас как будто бы ваше финансовое положение она позволяет вам не покупать на улице какую-то еду а уже зайти допустим хороший ресторан не поесть качественную еду да то есть вроде бы раньше шли по дороге ели а сейчас вы уже в ресторан зашли поесть да то есть дорога тут дорога и там но Какая еда была там, я не знаю, фастфуд, и вдруг вот что-то такое мечеленовское, да, что-то такое очень искусное. Здесь вот про это вы как будто бы учитесь, не знаю, а это будет выглядеть и в одежде, да. То есть раньше вы покупали на скидках, а сейчас вы говорите, да нет, лучше я куплю себе одно что-то такое хорошее, но зато оно будет качественное. Зачем покупать какой-то искусственный материал, когда можно купить настоящую шерсть, например, сейчас зима, да, какое-нибудь шерстяное. Платье, оно будет и греть, и качество будет, и все, пускай у меня их не будет три, но будет там, я не знаю, два, но при этом они будут такие качественные. То есть здесь что-то вы изучаете, да, вот она, вот они пендакли и пошли. Я же говорю, когда вы уберете из своей, вот здесь вот по башне очищение, когда вы уберете все, что уберете и примете решение, то есть здесь как-то вот что-то внезапно может произойти, да, вот это в вашей голове очищение, понимание, как вообще надо жить. Здесь как-то вот картина мира, она меняется. Что, зачем уже страдать? Это я просто раньше выбирала страдать, да, я этого не понимала, я этого не осознавала. Сейчас, когда я осознаю, я могу отследить свои мысли, я вижу, когда начинается этот процесс страдания, когда мне кто-то что-то негативное сказал, и я включил в себе эти моменты, когда начинаю мыслить и сомневаться в себе, я начинаю себя обесценивать, и у меня падает настроение и потом самооценка. Зачем мне это надо, да? То есть я очищу себя от этих людей, которые мне это говорят, а если я все-таки вынуждена общаться, то окей, два уха зашло-вышло, я не буду обращать на это внимание, либо я не буду на этом заострять, придавать значимость это, наоборот, я потом как-то обесцениваю эту информацию. То есть вы как будто бы здесь работаете, начинаете работать с головой, вы начинаете себя защищать от того, что ранее вам было больно, и приходите к десятке педаглей. Своей какой-то системе, которую вы будете выстраивать, свой какой-то фундамент в физическом плане, которое принесет вам и опыт, принесет вам и деньги, принесет вам и признание. Вообще качество жизни здесь у вас улучшится. Конечно, вот он аркан звезды. Качество жизни, чистота вашей жизни, здесь идет очищение. Очищение как внутри вас, на ментальном плане. Эмоции здесь идут, очищение. То есть вы уже перестаете переживать, страдать, волноваться. Вот все, что у вас было здесь, да, здесь как будто бы хорошая работа с вашим эго происходит. Вы уже перестаете где-то быть самоуверенными, чрезмерно, где-то вот, может быть, не знаю, наглыми, что ли. Здесь как будто бы внутри вас происходит трансформация, и вы понимаете, что так, как вы поступали раньше, ну сейчас уже нету смысла. Не знаю, как будто бы не каминфлоу, то есть не подходит к вашему уровню жизни. Вот что-то внутри вас произошло. Я хочу посмотреть, что изменилось ваше. Вот прям какое-то изменение здесь произошло. Двойка кубков, посмотрите, двойка кубков. Вот то, что я говорила, вот эти вот крайности, да, две силы, которые у вас были, они у вас слились воедино. Вы нашли внутреннюю вот эту вот гармонию, понимание, какое-то, вы знаете, единение, да, единение с самим собой, понимание вот этих двух сил противоречащих, что не надо уходить в крайности, то есть не надо выбирать или голую, или одетую, да, либо добро, либо, там, я не знаю, зло. А можно совмещать и то, и другое. То есть вопрос про совмещение. Вы как будто бы научились здесь совмещать две противоборствующие какие-то силы. Они, потому что у вас пришло понимание, что они взаимодополняющие. Да, они разные, но они взаимодополняющие. Вот внутри вас что-то такое случилось, и вы нашли вот это вот успокоение и понимание, что мне не надо бороться, мне не надо бросаться из крайности в крайность. Я могу иметь и то, и другое. То есть не или, а союз и поставить. И то, и другое. А кто мне запретит? Ну как, надо же выбирать. А зачем выбирать? А я буду иметь и то, и другое? Я не буду выбирать, потому что мне некомфортно с этим выбором. А я хочу иметь и то, и другое. А кто мне запретит? Никто не запретит. Я сам себе разрешаю. Шестерка кубков. У вас когда-то уже было такое. Когда-то такие взгляды в вашей жизни уже были. Либо какой-то человек появился, который... Или какая-то ситуация из прошлого, которая вам помогла это увидеть. Вы снова стали человеком открытым. Вы научились доверять. Дед у нас здесь вот он. Рыцарь кубков. Как вы хотели, что вы игнорировали. Игнорировали близость, которая вам необходима была. Душевность какая-то. Вот здесь она у вас появляется. По шестерке кубков. На. Вы научитесь здесь по пажу мечей мыслить по-новому. Как по-новому. Какие-то новые планы строить. Как по-новому. Вот опять. Педаклевая масть. Рыцарь педакли медленно, не торопясь, структурно, шаг за шагом. Идти к своей ценности, к своим каким-то новым возможностям, к своим педаклям. Все очень хорошо. То есть вы двигаетесь медленно, но стабильно. И это очень важно. То есть не то, что вы бегаете по песку, а вы... У вас есть под ногами земля. Вы плотно стоите на ногах и ходите шаг за шагом в направлении том, который вам нужен, который вам необходим. Вы как будто бы здесь, знаете, не то чтобы определились, куда вы идете. У вас все равно свою природу вы поломать не можете. Да, по шуту. Вы все равно будете идти туда, куда вас ведут. Но при этом здесь как будто бы, знаете, вы начинаете получать удовольствие от мирских каких-то земных благ. Здесь появляется удовольствие. То есть раньше вы как будто бы игнорировали. И у вас был период, когда вы шли, допустим, в духовность. Потом был период, когда вы плюнули на эту духовность, пошли в другую крайность. Вот прям материю, материю. Я буду зарабатывать, ставить цели, целеполагание и конкретика и все такое. Потом плюнули, поняли, что это тоже не работает. И в конечном итоге вы как будто бы соединили и то, и другое. И духовность, и материя. Все имеет место быть, причем одновременно. Потому что в материи есть духовность, а в духовности присутствует материя. Они взаимно дополняющиеся. И когда вы это поняли, вот вы как-то вот успокоились, пришли к этой гармонии. И постепенно, постепенно идете вот прям с такой, знаете, философской позиции. Не случайно здесь вселенная выпала. С философской позиции с умением взаимодействовать с этими двумя противоположными силами. Молодцы, с чем я вас и поздравляю. На этом я завершу расклад. Напомню, что в выходные пройдут лиц консультации. Вот информация будет либо прикреплена в комментариях под этим видео, либо в разделе сообщества. Ну то есть кому надо, кто найдет. А я пожелаю вам отличных выходных. Всего вам самого наилучшего. И до понедельника, до нового расклада. Всем пока-пока.